В ходе слухи, чтобы быть предпринимателем, надо знать без всяких конкретных сведений о том, как учреждается юрлица, как заключаются сделки, какие при этом существуют экзотические названия. И это все, будучи свалено в одну большую кучу, необозримо уже. И с каждым днем это барахло все больше и больше, и любой, кто заглядывал курсы для начинающего предпринимателя, понимал, что необозримое поле. А нам надо решить задачу, чтобы ввести их на третьем курсе лихо за один семестр, бом-бом, проскакали. Так вот, подобные задачи возможно решать, но, к сожалению, они требуют под собой некоторой теоретической базы. Грубо говоря, если у вас есть классификация, тогда любое множество для вас всегда обозримо, и вы можете его удерживать. Просто берете его как целое и пишите, изучайте все, что касается его как целого. Бизнес таковой. Потом делите бизнес на несколько частей, в зависимости от того, если у вас босонская матрица, на четыре. Делите все бизнесы на большие, маленькие, быстрые, медленные. Вот у вас уже первый шаг. Потом, значит, берете большие и медленные, делите их еще на четыре части, и у вас получается еще что-то. Это означает, что должна быть понятийная основа, теоретическая или классификационная. Мы об этом будем говорить. Только одна из надежды разобраться с бизнесом, если мы предложим некоторую классификацию. Вот я сегодня начну излагать классификацию, я-то ее излагаю для того, чтобы был язык описания предпринимательской деятельности. Но та же самая классификация должна давать и нормальную основу. Вот что такое бизнес с точки зрения предпринимателя? Это предмет сегодняшнего мастер-класса. Если, значит, бог не выдаст свинья и съезд, к концу я постараюсь нарисовать ТЗ Юрию Александровичу. Некоторые, так сказать, просьбы со стороны предпринимателя, ничего не понимающих в бизнесе, к человеку, который понимает в том и в другом, рассказать чего-нибудь про бизнес. Потому что, в принципе, тут все доблестно берутся его создавать. Но, как выяснилось, на проектной сессии возникают немые и забавные сцены. Когда человек вышел к доске докладывать уже свой окончательный проект, тут выясняется, что он кредиты от инвестиций не отличает. Начинается тихий смех. Это вторая половина. По поводу первой напоминаю. У нас жанр называется семинар. Семинар постоянно действующий. Я намерен просить вас решать некоторые задачки и здесь их докладывать. У меня во всем, что касается языка классификации, задач бездна. Ответов мало. Тем не менее, формальный язык описания предпринимательской деятельности первой версии был изложен в книжке «Смысл». И это было уже почти 20 лет назад. Кстати, книжку издавали в Истехе. Виктор Лего, который сейчас преподает на гуманитарном факультете, был тогда, не знаю, является ли сейчас, главным редактором издательства «Мартис». Они издавали святоотеческую литературу. После меня там они издали Максима Исповедника. Не знаю, даже гордиться этим или даже не достойно гордиться. Но до этого было издательство «Гнозис», которое развалилось на «Мартис» еще на что-то. Это тоже фестихи. Во-вторых, был спонсор этого издательства, потому что по тем годам издать книгу «Смысл» стоило безумных денег. В 1993 году на деньги можно было купить небольшую союзную республику. 5 тысяч долларов. Эти 5 тысяч долларов от себя оторвал предприниматель Борис Маслов, который уехал потом в США и там процвел. Сейчас он является американским гражданином. По-моему, по-русски говорит уже слабо. И та сфера, где он успешный, я даже не могу понять, что это такое. Я натыкался на сайт. Вот. Там был изложен, точнее представлен, некоторый класс математических объектов. И, наконец, сегодня я до него доберусь. И мы начнем его излагать. Коллеги, а лазерная указка найдется, да? Когда будет готова презентация, вы скажите, я прямо начну сразу картинки показывать. А пока буду... А запасной у вас нет, весны? Ну, отлично. Ну, пока некуда тыкать. Вот по этому поводу я хотел бы сказать, что такое математические объекты и зачем они нужны для описания. Люди на физтехе, как и во всей стране, они находятся здесь без заблуждений. Принято считать, что написали мы дифференциальное уравнение какое-нибудь, а потом взяли и буковки, которые там интерпретировали. Сказали, что а — это спрос, б — это предложение, или а — это ускорение, б — это масса. И все в порядке, и, собственно, математическая модель работает. Ну, в каком-то смысле — да. Если математическая модель представляет собой некий искусственный идеальный объект, и если этот объект в узком классе, задача, которую вы решаете, ведет себя в каком-то смысле так, как то, что вы изучаете, ну, все хорошо. Но как это перенести на предпринимательство? Даже когда все начиналось, в конце 80-х я понимал, что такая глупость не прокатит. У нас в коллективе был семинар, о котором я говорил в прошлый раз. Мы изучали системные классы некоторые, складывали биопитеку моделей, поэтому книга «Смысл» была некоторым языком, который позволял бы описывать разные классы моделей, оперировать над ними. Формальный язык был, это был, напоминаю, язык родов структуры, я об этом говорил, повторять не буду. Уже висит запись, можете поглядеть, нет времени повторяться. И я веду к чему? Я хочу сказать, что совершенно о другом классе математических объектов будет идти речь. Это не тот случай, когда надо взять просто какой-то раздел математики и приложить его сбоку к решаемой вами физической задаче, на основании неких таинственных умозаключений, прийти к выводу, что она катит или не катит, и начать тыкаться. Перенес представление с объекта на модель, поработал с моделью, получил выводы, перенес на объект, запустил ракету, полетел не туда, пришел к великому историческому выводу, что либо что-то сломалось, либо модель неадекватна. Вот такого сорта работы с предпринимательскими проектами по ряду причин не получается. Книга «Смысл» представляет собой некоторый класс объектов совершенно другого характера. Это некая тотальная классификация всего на свете, которая устроена так, что вы не приписываете ей какие-то свойства, не интерпретируете ее, а вот все свойства, которые вам нужны, она должна иметь сама. Как это так? Вы берете идеальный математический объект, который хотите, чтобы он вел себя как кошка. Значит, в самом этом объекте должна быть возможность задать класс кошек, и этот класс математических объектов, динамических, должен вести себя, то есть мяукать, царапаться и все дела. Поэтому это довольно странный объект, к которому вам придется привыкать. Он устроен так, что я постулирую некоторую модельку для простоты наглядности. Это классификация, это таблицы, это клеточки. Потом я приписываю к клеточке какое-то некоторое слово или понятие. Но это не означает, что я извне притащил какие-то соображения и представления и приписал их туда, а завтра я передумал, зачерпнул и написал туда другое слово. Это означает следующее, что в самой этой клетке должна быть возможность, предусмотренная устройством математического объекта, постулировать некоторое разнообразие моделей, которые отвечают эмпирическим знаниям о том, что я туда вставил. Ставил я туда какую-нибудь там, скажем, добычу. И вот привлекаем мы нефтяников, людей из Холибертона. И они начинают нам описывать средства производства, которые используются при добыче. И должно быть устроено так, что вот абсолютно все, что мы из практики знаем, ложится в эту модель, потому что в ней изначально присутствуют. И более того, должны быть другие вещи, гораздо более интересные. Мы смотрим, что еще эта модель выкинет, а потом говорим, ребята, вот у вас между вот таким типом добычи и таким типом добычи, возможно, еще третий тип добычи. Вы поищите. Это ровно то, что делал Менделеев. Он между одним химическим элементом, который уже открыт, другим химическим элементом, который уже открыт, обнаружил в идеальной таблице третье место, для которого элемента не было. Я сказал, ребята, поищите вот тут, тут и тут и найдите элемент. Я вам сейчас подскажу, каким он должен себя вести образом. И используя разнообразные внутренние структуры таблицы, он предсказал, какой должен быть элемент. То есть эта таблица должна предсказывать типы предпринимательской деятельности, которые возможны, но либо нам незнакомые, либо у нас отсутствуют, а в США уже присутствуют, либо и там их еще нет, но скоро появятся. Вот какого сорта класса объектов там в этой книжке я попытался постулировать. Что-нибудь не так? Не получается? Ну ничего. Мне есть что сказать, но просто людям удобнее на картинке смотреть. Проектор оказался не запостулирован. Да. Я никогда не знал математики должным образом. Ну короткое время как-то изучал, поэтому я просто... Там на самом деле не математический объект постулирован, а вот кто не слушал, не читал, никогда не заглядывал в бесконечные клипы, файлы, которые Меляков вывесил к общему ужасу и к моему тоже. Напомню то, что я говорил неоднократно, у Платона в диалоге государства объясняется, зачем государю изучать математику. И философ объясняет государю, что математику государю изучать вовсе не для того, чтобы решать задачки по вхождению конуса в атмосферу или по измерению объема вебинных бочек. А просто в математике имеется некоторый класс идеальных объектов, и государь должен научиться их созерцать. Потому что среди идеальных объектов, фейдосов, есть такой объект, называется идеальное государство. Он должен пялиться на идеальное государство, и потом переносить оттуда черты на настоящее государство. Но вот это идеальное государство, это такой класс математики, который он называл беспредпосылочное начало. То есть в математике имеется предпосылочное начало. Раздел математики для тупых, которые снабжены графической интерпретацией. Треугольник можно нарисовать на плоскости в виде трех отрезков, которые пересекаются и соединяются в точках. Можно даже нарисовать куб. Хотя это рисунок куба, но куб можно предъявить, показать трехмерный объект. И это все предпосылочное начало. Вот есть в математике всякие разделы типа высших алгебр, сложных разделов топологии, а также родов структур, которые сильные математики с таким математическим воображением как-то себе представляют. Но нарисовать на доске они это уже, как правило, не могут. Или рисуют какие-нибудь рисовальки, козюльки, которые не столько помогают, сколько мешают. Вот государь должен, и вы должны, и предприниматель должен научиться математике созерцать без предпосылочного начала. То есть класс объектов, которые ведут себя точно так, как некоторые их образы в жизни. Идеальный прообраз у каждого образа, у этого стола имеется, вы к нам заходите, идеальный прообраз. И он является эйдосом. И этот эйдос существует как некоторое беспредпосылочное начало, то есть эйдос мебели. И в этом эйдосе мебели можно осуществлять некоторые операции внутреннего учленения и находить там пуфики, козеточки, комоды, славянский шкаф и в том числе столы вот такого типа. Соответственно, когда мы занимались этим семинаром, перед нами стояла та же самая задачка. Только тогда я думал, что эту задачу поставил такой гениальный, отмороженный американский мыслитель Кеннет Болдинг. Гораздо позже я выяснил, что эту задачу еще до него поставил гораздо более гениальный и гораздо более классичный Макс Вебер. Тогда я просто не читал этой книги, она еще не была издана. Болдинг пытался как-то объяснить, что все эти идеальные классы, они все укладывают в такую табличку, как минимум двумерную. И, значит, если отложить по одной оси, скажем, по горизонтали системные классы такие, то каждый класс представляет собой такую колбаску, стоящую вдоль оси абсцисс. А по оси ординат откладываются некоторые общие свойства, и у каждой из этих колбасок есть некие общие свойства. Например, у них там может быть процесс роста. Не все, но некоторые колбаски достают до этажа роста. Скажите мне страшную правду, у нас будет или не будет презентации? Пока не ясно. Хорошо. Когда у вас ясность возникнет, ту или другую сторону, вы мне скажите. А я рисовать начну тогда. Помните, давно забыто. Кинет Булдинг в ряде своих выдающихся статей, а он такой универсальный мыслитель, о чем он только не писал. Но, видимо, он очень есть, хотел в Соединенных Штатах методологии не заработаешь, и он поэтому кидался от одной сферы в другую. Он и там на полях Несбита потрудился, и какие-то футурологии пописал, и про устройство мозга вместе с Эшби, и про самоорганизацию. Наш поспел, пострел везде поспел. Но самая главная интуиция относится к тому, как устроена библиотека моделей. Он сказал следующее. Ну, он достиг уровня бостонской матрицы, который, как вы знаете, является выражением предельного интеллектуального уровня, и сказал, что вот, если здесь отложить там системные классы, какие там, назовем их там, так и назовем, системные классы, каждый класс изобразить такой садельчикой, которая на каком-то этаже кончается. Некоторые здесь кончаются, некоторые тут кончаются, а дальше ничего нет. А вот здесь, как-то он их назвал, значит, ну вот, как их называют Вебер, я помню. Вебер написал, что это индивидуальные идеальные типы. Индивидуальные идеальные типы. А это родовые индивидуальные типы. Индивидуальные идеальные типы, это некоторая как бы вот штучка, сущность, которую можно себе представить как отдельное существо, у которого есть рожки-ножки, и здесь, значит, отложены у них рожки-ножки, там брюшки и животики. А вот, вот, это рожки. У всех есть рожки. Это ножки. Вот у всех есть ножки, кроме вот этого класса, у которого, значит, там только ложные ножки, он не дорос. То есть имеются некоторые общие категориальные сущности, которые присущи широкому классу объектов. Ну, типа там, рост некий присущ, самоорганизация, открытость. Вот был класс открытых систем, и открытость, как вы помните, это вот такой свойств системы, когда у нее материальный субстрат меняется, а морда в паспорте одна и та же. То есть некая конфигурация общего устройства организма неизменна. Таким образом, простейшая интуиция насчет того, как нам задать широкий класс объектов, состоит в том, что они, наверное, есть надежда упорядочить их по оси абсциссы и ординат. В конце концов, вот когда я дочитал до Маркса раннего, то вот на... Не мешаю? А вы громче, Саша. Да, я верю. Сейчас, Елена Александровна, вы закончите совещание, и я тогда продолжу. Я сказал, что мы не раз из-за этих ситуаций исходили, когда камеру замыкали на проекте или картинку, которую камера наводит. Сейчас уже поздно, что менять, Елена Александровна. Я думаю, что... Елена Александровна, я предлагаю расслабиться. У нас есть доска мел, а камера нужна для записи, для трансляции. В противном случае, у нас не будет ни записи, ни трансляции. Результат будет такой, поэтому садитесь. Она все будет записывать, трансляровать, еще уводить. Ну, пока ее будут перестраивать, она перестанет делать первое и второе, и так начинает делать третий. Да, отлично. Хорошо. Тогда осталась вот только переключалку с указкой. Она у вас есть? Нет? Нет, есть. А, ну давайте я просто здесь буду переключать. Указка есть. Тачпад работает. Мне просто не очень удобно разворачиваться задом к публике. А вы можете мне его? Или он от сети работает? А он переключает? Давай. Ну, не пугайтесь, это не так страшно. Я не собираюсь как раз эту таблицу оставить как такой рудимент. Ну да, это займет. Потом, потом. Ага. Это я переключил, да? Поразительно. Вы видите обложку книги «Смысл», на которой изображена зеркально отраженная, значит, и с испорченным светоделением картина Павла Филонова. Белая картина, там одно из названий. Так. Ну вот. В книге «Смысл» имеют место вот такие таблицы. Я призываю вас ее не читать и над детьми таблицами не биться и не маяться. Но несколько слов я о них скажу, чтобы вы не думали, что там какие-то требуются умственные усилия, и умственные усилия не требуются. Значит, я изобразил требуемый математический объект, который должны сделать математики, вот, с помощью промежуточного вот этого самого предпосылочного начала. То есть я между математикой и нами поместил некоторую табличку и описал формальные правила ее рисования. У этой таблички каждая клеточка имеет некоторое имя, и я там написал, как формально это имя задается. Это имя определяется только местом клетки в таблице, больше ничем. Интерпретация потом, значит, и она устроена так. Сначала в книге «Смысл» имеются три маленьких главки с рассуждениями, которые можно опустить или можно прочитать. Это совершенно, так сказать, ну, если вы опустите, вы ничего не потеряете, если вы прочтете, вы тоже, в общем, не сильно пострадаете. Поскольку человек не может сразу там постулировать объекты, ему надо поговорить, люди устроены так. Я там объясняю, откуда берется троичность, как троичность связана с дихотомией, что имел в виду и зачем он это делал, болдинг, к чему призывал своих читателей Гегеля. Много полезных рассуждений, но вы можете для простоты, как физтехи, по первости это все опустить. Потом вернетесь, прочтете и поймете, что вы потеряли. Потом во второй части книжки смысл. Я тупо рисую табличку и номерую ее, именую ее клетки. Ничего не объясняю. Это напоминает эта часть. Ее так и надо, в общем, если захотите читать, читать, как человек вводит правила шахмата, но не объяснил, зачем в них играть. И вот это все означает что-то типа там столько-то градусов северной широты и столько-то градусов восточной логотынии. Более того. Но уже сами названия, вот К означает категории, например, они подразумевают некоторые интерпретации дальше, но не навязывают их. А наконец, третья часть книги «Смысл», где я начинаю к этой таблице прикладывать разные прикладные сферы и объяснять, что каждый раз она эвристична. То есть, приложили мы сферу одну, получили интересный результат. Приложили другую, ложится. Приложили третью, ложится. И получаются некоторые вроде бы выводы, которые без таблицы мы бы не смогли сделать. Как у Дмитрия Ивановича Менделеева, там открываются некоторые внутренние связи закономерности. На самом деле, надо сделать из этой книжки мультик, я уже об этом говорил, не такая уж сложная задача, объемная, динамичная, для того, чтобы можно было бегать по экранчику. Я сейчас примерно скажу, как он должен выглядеть. Еще раз. материал, который я сейчас собираюсь излагать, излагался несколько раз, и в интернете он не вывешен. Последний раз что-то из этого я какими-то кусочками рассказывал студентам открытого университета. Чуть более систематичное изложение было в 2007 году, когда была пропедевтика собственности в высшей школе экономики. Еще было пара изложений на неформальных тусовках каких-то, от них, по-моему, ничего не осталось у Ефима Островского. Поэтому то, что мы найдем, мы вывесим, но на самом деле это все не нужно, несущественно. Вот эта таблица устроена так, что у нее три диагональных элемента имеют собственные имена. Как уж их называть, я не знаю. Вот это там собачка. Что это, как называется вот это, я честно говоря не знаю. Это звездочка. И дальше имеется правило построения. Значит, столбики все называются формациями, отсюда буква F. Строчки называются категориями, отсюда буква K. Но эти буквы появляются только в недиагональных элементах, потому что недиагональные элементы определяются относительно диагональными. Я вам все это рассказываю для того, чтобы вы это запомнили, для того, чтобы в принципе поняли принцип обозначения, поняли, что он элементарно прост, и поняли, что не надо с этим париться. Поэтому что означает вот эта надпись? Это означает следующее, что вот это стре, вот эта клетка находится в той категории, то есть на этой горизонтали, которая получает свое название вот от этого диагонального элемента. Он здесь стоит в скобке. А формация, он находится на пересечении вот этой категории, вот этой горизонтальной колбаской, вот этой формации. А формация получила свое имя от вот этого диагонального элемента, который попал в эту формацию. Поэтому первое объяснение. Итак, на первом месте всегда категория, и вот эта надпись означает, что мы попали в эту строчку. На втором месте вот эта формация всегда стоит, означает, что мы попали в этот столбик. Итак, эта штука определена. Но кроме этого, мне зачем-то нужны еще какие-то сущности, которые я обозначаю верхними индексами. Индексов 4, имеется R от слова реальный, имеется I от слова имманентный, но эти слова, по счастью, пишутся на английском так же, как, видимо, на латыни, как на русском. Имеется T от слова трансцендентный, и имеется N от слова номинальный. Правила таковы, что если мы находимся слева и справа от диагонального элемента, то тогда категория, которая находится вот здесь, от него слева, она объявляется номинальной. Для очень умных есть номинализм и реализм. Что это такое я объяснять не буду, в книжке смысл про что-то говорится, а пока для вас чисто формальное обозначение. Вот это N означает, что эта клетка находится слева, если мы смотрим таблицу так, от диагонального вот этого элемента. А вот это вот с буквой T означает, что вот эта клетка, вот эта же клетка, находится сверху от диагонального элемента с буквой собака. Соответственно, буква R реальная означает, что эта клетка находится справа от элемента, который в скобке, а вот эта I означает, что она находится снизу от вот этого элемента диагонального. То есть, вот эту надпись я читаю следующим образом. Для того, чтобы вы поняли, как это пишется, надо понять, что эта таблица бесконечно продолжаема вверх-вниз, вправо-влево. То есть, с ней вот такой вот феномен. Вот эта ее верхняя кромка, она совпадает с нижней. Когда я объяснил физтехам, мне сказали, да, надо свернуть ее в трубочку. Да, она свернута в трубочку. Но вот эта точка у нее совпадает вот с этой. Ее надо вот так перекрутить и соединить. Хуже то, что вот эта левая кромка у нее совпадает с правой. И поэтому надо свернуть ее в другую трубочку. Ну и физтех какой-то очень древний, изобретший в высшую школу экономики, сказал, это очень просто делается. Вы сверните вот эту штуку в трубочку, все равно по горизонтали и вертикали, а потом соедините концы трубочки, и у вас получится бублик. И когда у вас получится бублик, возникают эти свойства. То есть, эта таблица становится бесконечной. В частности, вот дальше идет следующий диагональный элемент, он вот тут. И как нетрудно догадаться, в этом диагональном элементе звездочка расположена. А вот в этом диагональном элементе, в следующем от звездочки, расположена собачка. Эта таблица заполняет собой всю плоскость, потому что эта плоскость, не плоскость, она натянута на бублик. И тогда становится понятно, что здесь написано. Здесь написано, что данная клетка находится на горизонтали с этим диагональным элементом и на вертикали с этим диагональным элементом. При этом она находится сверху от собачки и слева от буквки N. Вот эти самые номинальные, трансцендентные и имманентные реальные. Если вы находитесь в этой клетке, то вот эта клетка по отношению к ней верхняя трансцендентна, эта нижняя имманентна. Кто увлекался философией, уж извините, если я покорежил ваше представление. На самом деле я ничего не покорежил, потому что утверждаю, что если брать людей, которые готовы что-то содержать, как-то обсуждать на любом птичьем языке по поводу того, что они меряют имманентностью, то все, что они сказали, будет получаться в этом объекте путем его дальнейшей конкретизации. Я буду внимательно слушать и говорить, да, конечно, это постулируется таким-то образом. То есть все, что отношение между этой и этой клетками, выражающееся в том, что вот это имманентно по отношению к этой, оно по мере дальнейшего постулирования объекта будет получаться все точнее, все конкретнее. И я уверен, хотя не могу вам доказать, что что бы вы ни сказали на естественном языке, либо оно имеет отношение к делу, тогда оно является свойством данного объекта, либо если что-то не сходится, я найду другого человека, который будет говорить то же самое по-другому. И вы с ним начнете договариваться. И договариваясь с ним, вы начнете с ним спорить, и в качестве арбитра в этом споре вы возьмете математический объект, и он вас рассурит. Прошу прощения, сейчас выключу. Так же, как спор между двумя химиками по поводу того, каков атомный вес галлии, чтобы его рассудить, требуется таблица Дмитрия Ивановича. Таблица Дмитрия Ивановича появляется, они садятся, начинают разбираться. Они могут спорить очень долго, но в конце концов таблица говорит, что ты прав, ты не прав, или оба вы не правы, или оба вы правы. Просто ваша правота вот таким интересным образом соотносится. Все по поводу этой таблицы. Я вам про нее рассказал, чтобы вы не парились, не пытались ничего понять, тут нечего понимать, это просто формальный способ обозначения. Для таблицы, у которой имеется вертикаль, горизонталь, значит, горизонтали и вертикали обозначены, и между клетками, между всеми имеется отношение имманентное, трансцендентное, номинально-реальное. Отношение номинально-реальное, как вы видите, заданное по горизонтали, имманентное, трансцендентное, по вертикали, только и всего. Имеются неопределяемые элементы диагональные, все остальные определяются через них. Неопределяемых три. Все. Точка. Вы хотели что-то спросить? Да. Какой смысл несет то, что... Преклоняюсь перед вами, чтобы можно спросить, что... Да. Какой смысл несет то, что в одних местах индекса сверху, а в других местах... А номинальный, трансцендентный стоит сверху, и, значит, реальные имманенты снизу, это отражает некоторое интуитивное представление. Скажем, интуитивное, это уже интерпретация. Можно переставить, перевернуть таблицу кверх ногами, и все переставится. Но это просто привычный такой... Это знаете, к чему у вас ходит? Проще всего, если говорить о одной из интерпретаций триады, китайская триада. В китайской нумерологии есть, значит, тройка человек, земля, небо. В этом смысле вот эта штука по китайской нумерологии интерпретируется как человек. Значит, вот это как небо, вот это как земля. В этом смысле земля действительно снизу, небо действительно сверху. Это отражает как бы устройство мира для человека в радиационном поле находящемся. Поэтому то, что имманентное, оно ушло в основании, как говорят философы, а ушло в основании вроде как внизу. Хотя, конечно, это чепуха. Поэтому то, что вы спросили, касается интерпретации и удобства восприятия. Для большинства людей удобно воспринимать так. Но некоторым... Точно так же по поводу... Понимаете, дальше выяснится, что реальное примерно так же устроено. Номинальная, грубо говоря, это теория, а реальная это проект, который вы эту теорию воплощаете в жизнь. Но вот загадка в физтех. Смотрите, когда надо спрашивать, никто ни о чем не спрашивает. Когда не просто не надо спрашивать, но даже и спросить-то не о чем. Тут же у коллег возникают вопросы. Это дает мне большую надежду на то, что мы в правильном месте. Да если у вас еще есть какие-то вопросы, хотя просто убийца, что тут можно спросить? Я же ничего не сказал. Хорошо. Я по-другому совершенно пойду, потому что то, как это описано в книжке, но это превышает человеческие силы. Как оно должно быть написано? Должен быть Тор. На нем рисована табличка. Вокруг Тора летает такой маленький звездолетик. Вы садитесь в этот звездолетик. Это простейшая опция, которую, как я уже говорил, Пачиков запрограммировал еще в конце 90-х годов. Visual Knowledge. Вы летаете вокруг таблицы, и вам не надо напрягаться и понимать, что вверх переходит вниз, правый край, левый край. Это просто Тор. И вам нетрудно понять, как каждая клетка нарисована. Тогда не надо вот этих всех рассказов. Просто вот я задал формальные правила. Это детская игра, освоение. Урок номер один для первоклассников, даже не первокурсников. Пожалуйста, перепишите правильные имена по этим правилам всем клеткам. Я их стираю, правила остались, название стер. И, значит, человек, ребенок, первоклассник должен нарисовать правильные имена. Можно там заменить трансцендентным имманентом, какими-нибудь букашечками. Внизу нижние индексы будут козявочки, там червячки, а верхние будут мошечки с крылышками. Вот. И буковки К заменить на зелененькое, а буковки Ф на красненькое. И все получится примерно как для детей. Какие-нибудь ввести клубнички. Так что никакой великой науки здесь нет, это просто правило постулирования таблиц. А вот почему такая таблица, что за этим стояла, я обычно там не рассказывал, но зачем. А сейчас я как раз это и расскажу. Нам же надо работать с этим. А, так, все правильно. Каким образом генетически можно подобную таблицу задать? Вот только не спрашивайте о том, о чем, бесполезно спрашивать. Есть такая великая мысль у Витгенштейна в трактате «Языки», о чем не следует говорить, о том следует молчать. Тот, кто заглядывал в Гегеля, я вам заранее сочувствую, вот они, вы меня поймете лучше. Тот, кто не заглядывал, лучше этого не делать. В начале первой книги «Науки логики» Гегель начинает с бытия, и дальше начинает внутри бытия находить внутренние моменты, которые его там раздваивают, расстраивают, и в конце концов из бытия выводит весь мир. Я не математик, поэтому я занял наивную точку зрения, такую наивную позицию и решил построить матрицу, исходя из первичных представлений, которые находит каждый, кто читал древних греков. Древние греки утверждали о мире много нового и интересного. Некоторые греки утверждали по поводу мира, прошу прощения, что мир неизменен, или аты, как нас учили, если я правильно помню. Вот это некие неизменные сущности в нем. Некоторые греки утверждали, что он наоборот, это школа Гераклита, панторей, все эти счеты, все изменяется, что ничего кроме изменчивости в этом мире не находится, и ничего о нем кроме этого сказать нельзя, и в одну и ту же реку войти нельзя дважды, как вы помните, и, значит, хотя никто не задумал, что из этого следует, такая тотальная текучесть. Ну и, наконец, нашлись граждане типа Парменида, которые говорили, что да, это вот про него, и самое главное, свойство мира не это и не то, а то, что он един. Вот что бы в нем ни находили, все равно это часть некоторого единства. У меня нет никаких сомнений сомневаться ни в Алиатах, ни в Пармениде, ни в Гераклите. Я очень уважаю этих старших товарищей, трепетно к ним отношусь, и думаю, что все они правы. И вам советую точно так же поступать по отношению к педагогам Московского физико-хинического института, к тем, кто проводит нас мастер-классы. Все они говорят совершенно разные про предпринимательства, и все они правы, поскольку это их глубокий личный опыт, и они успешны. Вот, поэтому я просто взял и поверил, и я решил, что это все про одно и то же. Одно и то же, как надо назвать, я бы назвал часто все. Напишите все какими-нибудь буквами, но я там выпендривался тогда, я написал мир, как это, но это вот написание означает не мир вообще, это такой космос русского крестьянина. Тотальная социальная община. Но я бы написал все. И так, про все на свете можно сказать, что оно, во-первых, неизменно, во-вторых, оно изменчиво, и в-третьих, тем не менее, оно едино. Ну, так сказать, греков переводил кто-то, поэтому можно другими словами все это выразить. Вот я поверил, написал. После этого я, значит, делал следующий шаг. Неизменность, как ипостаси или аспект мира, является, значит, некоторой частью мира? Наверное, да, решил я. Должна ли она иметь те же свойства, что и весь мир? Ну, я предположил, что до некоторой степени да, до некоторой степени да. До какой, я пока не знаю. Ну, всякие аспекты, всякая ипостась там, до некоторой степени имеет свойство целого. До какой? Я предположил, что ей тоже свойственно в известном смысле изменчивость, неизменность и единство. Я написал здесь формулу изменчивая неизменность, единая неизменность, неизменная неизменность, единая неизменность, изменчивая неизменность. То же самое я применил к единству и изменчивости. У меня получилось 9 сущностей. Неизменное единство, единое единство, изменчивое единство, неизменная изменчивость, единая изменчивость, изменчивая изменчивость. Кстати, двойные буквы для меня, они потом отождествуются с клетками на диагонали. После чего я совершенно от балды, впалю, возможно, я ошибся, или вам захочется поспорить, но это бесполезно, потому что споры на этом этапе неуместны, надо просто проверять и идти дальше, конкретизировать, смотреть, работает интерпретация или нет. Я просто взял и приписал к этому всему некоторые слова. Объявил вот эти. Сейчас мы перейдем на другую картинку, я объясню, что я сделал. Итак, мы взяли мир, выделили в нем апостаси неизменность, целостность и изменчивость, предположили, что греки были правы, у меня нет оснований с ними спорить. А потом я подсказываю вам, что, может быть, для некоторых людей неизменность ассоциируется с пространством таким ньютонианским. Пустое, вечно себе тождественное пространство, это такие клетки, 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 клетки бесконечные. И вклидовые. Значит, изменчивость ближе всего интуитивно ко времени, хотя я на этом не настаиваю, я говорю вам о неких подпорках, которые я подставлял. Я, в конце концов, когда я ввожу время, для меня это формальный значок. Он не означает то, что вы думаете о времени, прочтя книгу Муравьева «Философия времени» или еще прочтя Эйнштейна. Это просто пока обозначение. Если на каком-то из этапов выяснится, что ваши представления, будучи приложены к этому времени, работают, значит, мы на верном пути. Если они не работают, то надо проверить либо ваше представление, либо интерпретацию заменить. Значит, я был неправ. Ну и, наконец, вот это вот ассоциируется с субстанцией, некоторой субстанцией. Субстанция, она вроде как в пространстве, она во времени, и тем не менее она, и это про нее. Она взятая в аспекте пространства неизменна, взятая в аспекте времени, она изменчива, а самое главное — она целостная. Графический образ — это координатная сетка ячейки. Я даже совсем опошил. Я взял такого дебила типа себя и спросил этого дебила, «Слушай, дебил, как ты представляешь себе пространство?» Дебил почесал репу и тупо сказал, «Ну, клетки пространства. Отлично. Слушай, дебил, спросил сам себя, «А как ты представляешь себе время?» А очень просто. Еще такая ось имеется, и вдоль нее какая-то точечка. Ерит себе и ерит. «Да, — сказал я сам себе, но и тупо же ты, но оставил». Ну и, наконец, значит, «А как вот это вот все свернуть?» Значит, сделать там, чтобы это было целостным. Ну как, чтобы время вот кружилось так и возвращалось кружилось на круге свое, как сказал Клезиас, «Возьму-ка я вот эти координатные оси, как, значит, Кочергу и Холмс в известном фильме, и загну, и сделаю все координаты циклическими. И тогда у меня получится конечная бесконечность. Здесь я провожу черту и говорю, что есть более-менее принятое слово употребление, форма вам привычная, типы привычные, а ионы — это для испорченных людей, но она тоже более-менее привычная для тех людей, которые рассуждают о развитии. И вот это вот все, что я обнаружу, если я дальше буду членить вот эту неизменность, то то, что я обнаружу, будет называться формой неизменности. То, что я буду в изменчивости обнаруживать, дробя ее дальше, я назову ионами, а то, что я обнаружу в целостности, назову типами. Ну и вот дальнейшее дробление, я возвращаюсь туда, откуда мы вышли. Помните, вот это самое? ННЕНН, Н-Е-Е-Е-И-Е, Н-И-Е-И-И-И. Вот в следующей таблице я перенес сюда, и у меня получилось следующее. Вот имеются три формы материя, дух и идеи. Три типа природы человек Бог. Прошу прощения, набожных людей, я тут у нас большой буквы, я не конкретизирую, и в принципе я отношусь к каждой категории очень трепетно, и к этой особенно трепетно. Но я на наивной точки зрения нахожусь. Гегель написал, а Гегель был христианин. Он сказал, что такое развитие само по себе, вне себя. Чистое развитие — это Всевышний до и вне творения, сам по себе. Когда он никого не творит, то ли еще не творит, то ли уже не творит, там внутри себя он развивается, это чистое развитие. Движение, деятельность, развитие. Я получил обозначение, что это просто значки. Я не придаю этому никакого специального смысла. Мы не просто такие дебилы, тех дебилов, которых я привлек, и самого себя среди них. Они, конечно, хитрые дебилы. Они имеют в виду, что надо постараться интерпретировать необыкак. Поэтому есть сильное подозрение, что если заняться конкретизацией представления материи и духи, то подобно сортно-математические объекты будут эвристичны. То есть можно будет укладывать внутрь соответствующих клеток представления адекватные, и они будут ложиться. Но это не более чем гипотеза. Значит, как же выглядит это в виде таблицы? Вот, значит, в виде таблицы можно отложить по осям. Вот это ось форм. На ней мы находим материю, дух и идею в том порядке, в каком они получились формальным заданием. Это ось типов. На ней находим природу человека и Бога в том порядке, в каком они отложились. И здесь вот эта ось должна торчать в вашу сторону из плоскости, строго в зал. Я ее здесь спроектировал, спроецировал на диагональ, и на диагонали получились недиагональные элементы. Движение, деятельность, развитие — это ионы, и ось ионов торчит в вашу сторону. Вы поняли примерно, да? Дальше в книге «Смыслы» я беру эту ось ионов и просто убираю. И говорю, в данной книге «Смыслы» для особо тупых дебилов типа меня мы временно развитие откладываем хитрым способом в сторону и рассматриваем его готовый результат. Нам хватит с формами и типами разбираться. Давайте ионы пока отложим. Это означает, что я взял вот такой кубик. Вот это его диагональные элементы. И потом в этом кубике оставил только один квадратик, а третье измерение убрал. Вот переднюю или заднюю стеночку, которая к вам расположена, считайте так, как угодно. На самом деле для того, чтобы работать и с ионами, мне надо было сделать из этого кубика тор. Только этот тор будет уже не трехмерный, а уж я не знаю, сколько мерный, он будет, посчитайте сами. Но вот надо сделать с кубиком то же, что я сделал с квадратиком. Взять его, свернуть трубочку, а потом замкнуть трубочку. Когда-то, когда у меня было время думать, и я еще время этим занимался, и были силы, я думал на эту тему, и получался очень простой математический объект. Его легко запостулировать. Вот если мы хотим работать со всеми тремя измерениями, с развитием, придется иметь дело вот с таким бубликом. Но мы не будем пока. Книга смысла не работает с ионами. Она запомнила, что они были, и убрала, и работает с формами и типами. Ну как, в общем, почти все науки, за редким исключением с развитием не работают. У человечества проблемы с развитием по понятной причине. Помните, что сказала старина Гегель? Что развитие как таковое, лучше всего представлять то, как вот устроен или там ведет себя Всевышний, а об этом даже грешно думать. До и вне творения. То есть не просто, значит, без нас. Нас вообще и нету. И он даже, может быть, и не занимался еще нами. А мы тут сидим, пытаемся представить, как там оно. Поэтому с ионами напряг, коллеги. Хотя на самом деле ничего страшного нет. Тот же Гегель пишет в другом месте, что Всевышний не только открылся человеку, но в той мере, в какой он способен его постичь, но он и обязал человека, это его долг постигать его. Будь добр, постигай. Как хочешь, это твой долг. Он тебе открылся и вот повелел, валяй, постигай. Поэтому с развитием работать можно. Более того, методологи отважные, даже вообще убежны, что они развитие видят, им управляют. Но это, конечно, в общем, это даже хуже, чем ошибка, это грех. Ну, мы только и делаем, что грешим. Мир человека так устроен. Пойдем дальше. Значит, как работать с этой таблицей? Итак, убрали развитие, оставили формы и типы. Взяли среднюю клетчу какую-то. Вот нам с Юй Александровичем выпала высокая честь дружить с Владимиром Малявиным. Это один из крупнейших китаистов в нашей стране. Уж не знаю, по совпадению или нет, еще один из крупнейших наших китаистов, господин Кобазев, является деканом гуманитарного факультета. Я натолкнулся еще в молодости, когда не знал ни того, ни другого, на книжку «Сборник советский» еще 79-го года «Проблемы человеков китайских учений», где есть статьи и того, и другого. Они примерно одного возраста. И вот я спросил Малявина, потому что спросили меня, слушайте, а почему вот 3 грамма, 8 штук? Знаете, что такое 3 грамма? Кто знает, что такое 3 грамма? Не путать с 3 граммами. Я знаю, что такое 3 грамма. И гексограммы. Кто еще знает? Кто и дзин вообще читал? Люди, книгу «Перемен» Юрий Александрович знает. Никто не знает, что такое 3 грамма и гексограммы. Позор, стыд, кошмар. Слушайте, я напишу докладную на гуманитарный факультет. Вы вообще ходите на гуманитарный факультет? В книге «Перемен», которая является и по факту, и по использованию ближайшим аналогом таблицы Менделеева, она устроена так. Вы должны, гадая, отождествить свою жизненную ситуацию, в которой надо принимать решение, что-то делать или не делать, с одной из гексограмм. Гексограмм, по-моему, 64, 3 грамм, 8. Гадание состоит в том, что вы отождествляете ее, а когда отождествили, вы открываете книгу толкования, и там написано, каждый из этих 8, 3 грамм, или 64 гексограмм, приписаны рекомендации, то есть все выводы мировой науки на то время, что должен делать путник, странник, воин, который оказался в ситуации, и он ее через книгу «Перемен» отождествил в данной ситуации. То есть это вот классификация, исходная классификация. Ну просто гадание там осуществлялось так, что вы должны сконцентрироваться на своей ситуации, медитировать, для этого вы должны принять ту или иную ритуальную позу, например, встать на циновку, на колени, воскурить соответствующие травы, обратиться лицом условно к востоку и взять набор коротких и длинных бамбуковых стержней и осуществить с ними некоторые манипуляции, типа пасьянца. Но это пасьянца именно надо делать в таком измененном состоянии психики, специальной медитации, и тогда вы получаете набор коротких и длинных палочек, и 3 грамма — это набор из трех горизонтальных черт, каждый из которых может быть сплошной или прерывистой. Вот, например, два крайних случая — это три горизонтальных сплошных черта или три горизонтальных прерывистых, и любые сочетания комбинаторные, вот такие типа. Одна сплошная, две прерывистых, это 3 грамма. Гексограмма — это 2-3 грамма соединенных вместе, то есть 6 горизонтальных черт, каждый из которых может быть либо сплошной, либо прерывистый. Но прерывистый изображает короткий стержень бамбука, сплошной а длинный. Я вам рассказываю не потому, что я сошел с ума, потому что таблица Менделеева устроена так же. Там только надо не медитируя определять, а взять химический элемент, вещество, про которое вы ничего не знаете, и осуществить с ним сложный набор операций. Может быть, разнообразными подействуют на него определителями, катализаторами, капнуть на него чем-нибудь, кислотой, щелочью, понаблюдать, какие выпадают осадки, цвета, спектральный анализ, если не повезет. И в конце концов вы получаете его химический состав. Вы, кстати, не гарантированы, что все получится. Если сложный сэмпл, то эта операция очень долго длится, и результат неоднозначный дает, как гадание. В конце концов, вы получаете химический состав вашего образца, и тогда таблица Менделеева однозначно говорит вам, что с ним делать можно, как он себя ведет. Никакой разницы нет. Все классификации устроены таким образом. Вы отождествляете свой вопрос с одной из клеток классификации, а эта клетка классификации в концентрированном виде содержит все на сегодня, что данный раздел науки или в идеале вся наука вам может подсказать. Когда я спросил Малявина, меня спросили, «Слушай, а почему у тебя в таблетке 9 клеток, а 3 грамм 8?» А Малявин спросил, «Ты правда такой неграмотный?» Но он не так грубо, но мягко спросил, «Ты правда не знаешь про пустую клетку в Эдзине?» Сказал, «Нет, конечно, не знаю». В Эдзине есть пустая клетка. Если вы встали в эту пустую клетку, то вокруг себя вы обнаруживаете в Эдзине 8 3 грамм или 8 клеток. Вот я вам сейчас на примере объясню, как в нашей таблице, в той, о которой я говорю, в книге «Смысл», чего там расположено и что там происходит. Теперь представьте себе, что вы предприниматель, который совершенно офигел и не знает, что предпринимать в этой клетке. А вокруг него 8 консультантов, он им всем заплатил. Вот как они устроены и в чем они его консультируют. Ну да, ну это просто картинка так получилась. Да, это совсем плохие консультанты. Совсем плохие консультанты, да. Вот если по осям расположить, вот четыре оси. Начнем вот с этой оси, горизонтальной. Слева от нашего вопрошающего находится теоретик. Справа проекта. Предприниматель спрашивает, что делать? Теоретик говорит, ну у вас же общество, поэтому вот тут политология, пожалуйста, вот тут в политологии написано, какие структуры власти есть, как принять решение, а вот тут социология. Вот те люди, которые вас окружают, они там образуют малые группы, делятся на фенилкатануриков, холериков, сангвиников. Значит, там вот у них такие закономерности. Вот еще что-то. На вопрос, что делать, никто из них не отвечает, но теоретик вам рассказывает массу нового интересного, о чем вы ничего не знаете. Вы начинаете прикладывать в себе теории, вы только больше запутаетесь, но в принципе вы узнаете много нового о себе. Интересно. Просто остается фундаментально важным один вопрос. Вроде бы это теория общества, в котором я, но там нет меня, а я вроде бы волен делать все, что хочу. Но мне так кажется. Как же эта теория может меня ограничить? Но за этим надо обращаться к гносиологам или к логикам. Потому что теоретик на эти вопросы не отвечает, он просто талдычит, что вот теория, она находится в определенной парадигме позитивистской, и глупых вопросов задавать не надо. Сюда я иду, и обнаруживаю людей с горящими глазами, проектантов, которые говорят, вот у нас замечательный проектик, вот из того места, где вы сейчас находитесь, вот можно вот такой проект сделать, можно вот такой проект сделать, вот эдакий проект сделать. Я вообще, честно говоря, не решил вообще, собираюсь ли я делать какие-нибудь проекты. И в любом случае я не понимаю, какой из них избрать. Но, по крайней мере, я от проектанта узнаю массу нового интересного, что если пойти вот в эту сторону, то вот там есть целый мир нереализованных проектов. Правда, денег никто не дает, ну, как всегда. Но зато вот есть с кем общаться. Это вот эта вот ось, в которой вот философски говоря и имеет место слева номинальные, право реальное. То есть теория, она, так сказать, описывает мне некоторые странные теоретические объекты, которые вроде бы какое-то отношение должны иметь. Но сами по себе они не являются частью моего мира, они не лежат, как носки в шкафу. И в этом смысле они номинальные. А вот здесь имеются совершенно реальные проекты в том смысле, что реалистично описываются и для меня реально их сделать. Но их там, правда, тоже нет. Но это некоторая реальность в том плане, что вот этот болт и эта гайка лежат рядом, они не свинчены. Но я могу их свинтить. И в этом смысле болт и гайка, лежащие со мной, чем-то отличаются от теории, которая неизвестно где лежит. Теория номинальная, болт с гайкой реальны, с гайкой реальны. И вот, значит, эта ось напоминает вам, почему я ввел буковку Н и буковку Р. А вот то, что посередки, между номинальным и реальным, надо как-то назвать, и это вот тогда можно назвать, например, действительное. Хотя я не настаиваю на этих словах. То есть, в зависимости от того, на какую ось я смотрю, я и сам переименовываюсь. То есть, я узнаю о себе нечто, чего не знал, и я, находясь на горизонтали один, находясь на вертикали другой. Например, если я вернусь назад и посмотрю, что у меня сверху и снизу, я спрашиваю, что делать? Ко мне выходят хмурые предметники, говорят, гражданин вопрошающий, пол, на котором вы стоите, устроен так-то и так-то, он покрыт ламинатом и линолеумом, это второй или третий этаж, перекрытие, устроено так-то. И вот, в принципе, координаты географические этого места таковы. А если вы на земле, я стою, то мне скажут, каков ее бонитет, урожайность и так далее. То есть, масса нового интересного я узнаю. Потом, как бы, в месте, где я нахожусь. Но ответ на вопрос, что я должен делать, из этого не вытекает. Понимаете? Из того, что как устроена земля, совершенно не вытекает. Сеять мне на ней, строить. Если сеять, то рапс или пшено, или вику. А если строить, то амбар, небоскреб, что? Когда же я обращаюсь вверх, оттуда приходят идеологи. И эти идеологи либо говорят мне, что я должен действовать, действуя, исходить из идеала справедливости, а другие говорят, что ты предприниматель. На самом деле, для тебя самое главное не то, что у тебя есть старики, женщины и дети, и они на тебя обижаются. А то, что если тебя огранисят чем угодно, то ты тоже предприниматель разучишься. Поэтому для тебя самое главное – свобода. Отойдите, не мешайте, я сейчас предпринимать буду. А третьи приходят и говорят, что самое главное – братство. Справедливость, несправедливо, свобода, не свободна. А вот надо относиться к каждому так, чтобы ему по потребностям и от него по способностям. То есть по-разному. Не справедливо одинаково относиться к детям, старикам и женщинам, а надо относиться к каждому из них как к уникальному объекту и каждому давать ровно столько, сколько нужно ему. Вот что такое братство, уважаемые коллеги. от каждого по способностям, от каждого по потребностям. Не буду напоминать вам, вы не знаете, откуда это взято. Я киваю, говорю, что мне, в принципе, все эти идеалы близки, или некоторые из них, или только один, или два. Но ты бы, старик, лучше сказал, что делать. Ответа нет. А самые страшные люди расположены вот по этой диагонали и по этой диагонали. Значит, да, я вот сейчас сбегаю вперед. Итак, вертикаль у меня вот наверху то, что трансцендентно, внизу то, что эманентно. Банитет той земли, на которой я стою в сапогах, он в каком-то смысле для меня эманентен. То есть он мне непосредственно дан в каком-то смысле, и действительно я могу проверить. Пойти в лабораторию, узнать, что такое банитет, как мериться, взять приборы, затратить кучу денег, проверить и убедиться, что правда. Вот насчет идеалов я не знаю, потому что они падают мне откуда-то на голову. Я не имею ни малейшего представления, почему меня просквозило имя несправедливостью, а не свободой. Если свободой, то вот такой, а не эдакой, потому что есть куча разных свобод. Вот, свобода от, свобода для, как минимум, и множество чего. То есть они приходят и уходят, когда хотят, и я не знаю, значит, куда их понесет в следующий момент. Ну и, наконец, имеются две других оси. Вот они здесь все вместе. Вот имеется вот такая. Я тут написал, щадя себя и вас. Вот там концепция, внизу программа, а эта схема. Комментировать не буду. А здесь вот я решил никого не щадить, написал прошлое, настоящее и будущее. Итак, когда я стою в этой самой серединке и вопрошаю, и когда я обращаюсь вот сюда вниз, оттуда мне сообщают, что нелепо ли набяшить, понеже и дондеже, и наши предки-то вышли из таких-то болот, вот, и отродясь, боролись с супостатами. Каковы были хазары, печенеги, жидомасоны, значит, а эти самые квады и маркоманы, вот, с которыми боролся Марк Аврелий. Не путать с наркоманами. С буквой М они пишутся. А также гексосы и амореи. Вот. И поэтому, вот, значит, и капитализм у нас не такой неправильный, и вообще у нас была смута, и будет еще смута, а может быть не будет. Вот. И они вот про это мне все рассказывают, значит, про прошлое интересно. Я их спрашиваю, что мне делать сейчас, они говорят, ты к корням припади сначала, потому что, если к корням не припал, откуда тебе знать, что делать. Но я припадаю, в общем, это очень интересно, это затягивает, в принципе, это полезно, важно для каждого человека. Но нет ответа на вопрос, что делать. Тогда я обращаюсь сюда, и понимаю, что я попал. Оттуда выбегает Олвин Тофлер, не сбитый, значит, вот, болдинг, о котором я говорил, лучший с момента. И сообщает мне, что есть вот 10 мегатрендов, вот имеется много циклов, имеются кондратьевские циклы, имеется зодиакальный 12-летний, а вот имеется линейная аппроксимация, если вот так аппроксимировать, то будет вот это, а вот это, вот это. Там еще и люди на картах, которые гадают. Короче, куча информации на меня вываливается, что... И тогда я вспоминаю вот крылатые выражения, которые, значит, Стругацкий приписали страннику, Сикорский, и он получил по голове, и услышав вопрос панический, что же с нами будет, значит, который надо к футурологу обращать, сказал, что вы не спрашивайте футурологов, что с нами будет, вы спросите, что делать. Беда в том, что никто не отвечает на вопрос, что делать. И полностью отчаявшись, вы идете вот сюда, лучше не ходить, здесь расположена, в частности, наукологики Гегеля, которая, вообще говоря, вот и потребует обращения к этим самым эонам. То есть вам объяснят, что развитие фундаментальной категории, это бытие сущности понятия. Я с упоением готов порассуждать, но мы вот даже на собеседованиях, когда доходило дело до сущности, сразу писали, очень трудный вопрос. Тогда я иду вот сюда, и понимаю, что до этого везде мне было хорошо. Потому что отсюда выбегают гносеологи или методологи, как угодно. И когда я спрашиваю, что делать, они спрашивают, что такое что, что такое делать. Значит, ты сначала отдай себе отчет, какие у тебя понятия в голове, и что такое вопрошение, и какие концептуальные схемы у тебя там, исходя из каких схем ты вообще строишь свою онтологию. А вот мы сейчас тебя проблематизируем, кричат они, когда уже вы убегаете от них, они гонятся за вами. И горзят применить к вам рамочные технологии. В общем, слава богу, что ноги унесли. Ответа на вопрос, что делать, нигде нет. Тем не менее, человек узнает очень важное в этой таблице, очень многое. И в принципе, если он умеет работать, он интегрально сводит вот все эти сведения, и это как-то облегчает ему действие. По крайней мере, он видел восьмерых очень умных людей, каждый из них сообщил ему ценные сведения, которых у него до этого не было. Он их как-то приложил к себе, положил в себя. И благодаря этому, может быть, отчасти он обретает способность к действию. Итак, в нашей таблице имеется 4 оси. Почему 4? Это просто потому, что мы убрали эта страшная плата, а сеть 3. Вот эти две оси, на самом деле, это отображение одной и той же. Они возникают из-за того, что мы проигнорируем развитие. Но я про это вообще больше ничего говорить не буду. Это также плата, это является той же самой проблемой, из-за которой Гренландия выглядит больше, чем Австралия на картах. Хотя все ровно наоборот. Дело в том, что карта, которую вы видите, это натянутая на плоскость глобус, из-за чего у нее возникают искажения очень сильные. Вот когда мы натянули этот шестимерный бублик на плоскость, то получилась масса искажений. В частности, возникло две оси, которые связаны между собой. Ось прошлое и будущее, гносеология и логика, они связаны между собой и являются некоторой проекцией развития. Если все это неправильно переименовать, то возникает такая штука. Вот мы находимся тут, мы с вами такие настоящие, а остальные клетки таблицы отражают наше прошлое, будущее, эманентное, трансцендентное, номинальное, реальное, гносеологическое, логическое. Не знаю, легче ли вам от этого стало, но сейчас я постараюсь, у меня осталось крайне мало времени, 10 минут, пойти таким безумным голубым вперед, чтобы показать, что мы будем делать с вами в предыдущий, предстоящий семинар, чтобы добраться до предпринимательства. Наверное, есть такая гипотеза, если у вас будет большое желание, вы попроверяете и обнаружите, что с некоторой вероятностью вот сюда можно отнести такие словечки философов, как гнозис, закон, эйдес, но закон в таком, в широком смысле слова, о котором говорят про закон и про благодать. Логос, эйдес, жизнь, мышление, вот что-то знакомое, жизнь и мышление, давайте посмотрим сюда. Вот человек, оставив в покое природу и Бога, у человека имеется материя человека, дух человека и идея человека. Дух это не что-то философское, дух в философской литературе отражает все, что относится к миру человеческому, в широком смысле слова. Дух как набор всех его категорий, дух подразумевает и социальные, экзистенциальные, трансперсональные начала, в том числе и в частности производство, расплеление, обмен, все это части человеческого духа. Так вот, в чем тут фишка? Фишка в том, что я как человек являюсь субъектом по отношению к своей деятельности. Вот я в этой клетке и деятельность в этой клетке, я субъект, то есть я могу действовать. Ну вот эта клеточка, моя жизнь, мне имманентна, и эта клеточка, мое мышление, мне трансцендентна. Это означает, что я, конечно, живу, но я не субъект подошли в жизни. Вот у меня забурчало в брюхе, прошу прощения, к примеру. Я, конечно, ощущаю, что во мне там что-то живет, но повлиять на это я не знаю как. Мне советуют, побеги там, что-то такое. Я не знаю, что раньше принимали левомецитин, теперь испумезан, и то не помогало, и это не помогает. То есть я как человек живу, но не являюсь субъектом по отношению к жизни. Живет мой организм, по большому счету. То есть моя природа живет, она субъект. То же самое с мышлением. То есть я ощущаю мышление, вроде как можно сказать, что я мыслю так же, как я живу, но я не субъект по отношению к мышлению. Попробуйте провести простейшие упражнения, даже не просто не думать, а не думать там, не знаю, белое обезьянье, да, пресловутое, и очень интересно. Поэтому какая мысль кому в голову, когда взбревает, взбредает, как правило, не та, которую вы хотели, не вовремя, не кстати, или не приходит совсем. Или там известный анекдот, который в ЦКП девушки рассказывали, как женская голову, мысль приходит в мужскую голову. Вполне приличный анекдот, когда-нибудь расскажу. Но бывает и такое, приходит в мужскую голову женская мысль. Конечно, может. Женщины же тоже люди, до некоторой степени. Как и мужчины, тоже женщины. Но вы не ждали эту мысль, она вам мешает. Итак, я субъект по отношению к деятельности. Деятельность здесь. Я не субъект по отношению к твоей жизни. Я живу, но не управляю жизнью в себе. Живет тело. Материя во мне живет, идея во мне мыслит. В этом смысле можно считать, что мышление это проекция развития на деятельность. А, значит, жизнь это проекция движения на деятельность. То есть моя жизнь не более чем проекция некоторого начала. И моя мысль не более чем проекция на это начало. И я не пересекаюсь с этим началом. Оно по отношению ко мне абсолютно автономно. Вот там есть субъект развития. Вот только он развивается. И он субъект по отношению к развитию. Кстати, как-то не кощунственно, но он не субъект ни в материи, ни в человеке. Это вполне как бы с богословием совпадает. То есть всевышний философ, всевышний богословие не может вам здесь ничем помочь. И на природу он повлиять не может. Динозавры загрызают друг друга, но, в общем, всевышний философ никак не может этому помешать. Он не просто не хочет, он не может. Это вот те децеи. Проблема, от чего зло существует в мире. Да от того, что этот мир не подвластен Всевышнему, он в другом мире. А тот мир, которому он всевластен, он нам открывается через благодать. Только. В частности, значит, и мышление, считайте, оно как-то связано с этой самой благодатью. Вы мыслите и думаете, что, блин, что же такой сволочь сделал. Но, тем не менее, это не всегда вас останавливает. Так что, в принципе, эта таблица ничему не противоречит. И какую бы вы не взяли высокую мысль, либо эта мысль культуры уже как бы оприходована, обкатана, устоялась, и по отношению к ней человече согласилась, тогда вы обнаружите, что подобный сорт объект, он не портит, не препятствует ей, и позволяет дальше с ней работать, конкретизировать. Подобный сорт объекта представляет собой большой кроссворд, который все, что вы знаете, его туда выкладываете и убеждаете. Пересекается, пересекается, совпадает, совпадает. Если не бьются в кроссворде какие-то слова, значит, что-то у вас в голове не то. Потому что, а тогда посмотрите на культуру, на науку, достанете оттуда, посмотрите, что там написано по этому поводу. Это некий евристичный, ну, как любая таблица, она для вас работает как евристический объект, она позволяет все множество разноразных представлений сложить вместе, соединить, и тут же обнаруживается, что у вас 99,3,9 после запятой вместо таблицы пусты. В вашем опыте ему ничего не соответствует. Или вы слышали какое-то слово, оно ни о чем не говорит. А имеются противоречия, и вы обнаружите эти противоречия. Но эти противоречия, они касаются того, как у вас в голову уложились разнообразные представления. Так вот, как мы будем работать дальше? Мы не будем заниматься ничем из этих 9 клеток, 8 клеток больше. Ни жизнью, ни мышлением, вот методология вся осталась там, значит, науки о жизни остались здесь, а мы будем заниматься деятельностью. И так наши даже вот таблицы 3 на 3 очертили круг. Этот круг хорош тем, что он про нас, что мы субъекты, мы властны над своей деятельностью. Про остальное надо помнить. Когда вы занимаетесь деятельностью, не забывайте, что вы занимаясь деятельностью, думаете о мысли, вы не властны над мыслями, они, значит, взбредают, когда хотят, такие, какие хотят. И в любой момент, когда вы докладываете с блеском, даже если вы нобелевский лауреат и вышли и произносите пламенную речь, у вас может прихватить живот, вам придется, значит, нестись куда-нибудь в отхожее место. Потому что вы не субъект по отношению к жизни. Или вы можете упасть в обморок более красиво. Или, значит, вас может хватить кондратья. Что отсюда же? Жизнь у вас продолжается, вы ее как-то ощущаете, но не всю. Вполне возможно, что с вашим митральным кладом что-то не в порядке, но вы этого не чувствуете. Да. А что сказал брустит? Тихо, браги, не знаю, как. Да, да. Да, у него лопнул пузырь, да. Мы будем называться только этим, и поэтому... Но не забывайте, что никуда не делся, значит, эйдосы, логосы, гнозисы и прочие, и прочие вас по-прежнему окружают, и они тем или иным образом влияют на вашу деятельность. И можно даже сказать, каким. Например, гностические учения играют ту же роль, как по отношению к нашему человечку в деятельности гоносеологии. Отсюда и там этот корень, тот же самый. Только это нечто более высокое, сложное, далекое от нас. А мы пойдем вглубь. То есть все остальное будет вглубь, вот видите вот эту зону, сейчас я вам ее покажу. Видите, в ней вот в розовом, в красном, темно-вишневом, она туда. Предприниматель находится вот там. То есть это крохотное, мы будем видеть, что у нас крохотная точечка, вокруг нас огромный мир сущности, он никуда не делся, он всегда присутствует. И когда я говорю, что мы этим не занимаемся, это не фигура речи, это не умолчание. Я говорю, мы не занимаемся психологией, да. Сейчас я покажу, где она находится. Вот это мудно-зеленая клетка, вот я ее увеличил. Да, болотно-зеленая клетка. Я не буду заниматься ни диагональными элементами вообще, чтобы не запутать вас. Вот здесь находится социальная деятельность. Здесь находится экзистенциальная деятельность, здесь трансперсональная. Я не буду объяснять, что такое экзистенциальная и трансперсональная, но экзистенциальная немножечко напоминает то, о чем пишут Виви Кананда или Штайнер и так далее, или там умное делание. Это постпонятийная, сверхпонятийная, невыражаемая в понятии, несоциальная деятельность, работа над внутренними состояниями, которая как бы не является частью мира большинства из людей и здесь присутствующих. Это возможно, но это нас не интересует, не трогает. А пока для вас все это некая отчужденная реальность. Вот на этом месте над социальной деятельностью находится некое трансцендентное. То, что может стать вашей деятельностью, но и пока не стало. Эта трансцендентность выражается в том, что вы имеете некоторый отчужденный слой антогенетический, то есть вы смертны, у вас что-то там происходит, внезапно наступает просветление или наоборот приступ панического страха, вам снятся сны. И это все у вас происходит, но не является предметом вашей деятельности, хотя вот это может в принципе в будущем стать предметом, но для этого надо проделать огромную работу, я вас к этому не призываю, это находится за пределами нашего курса. Мы будем заниматься только социальной деятельностью. Трансперсональная, ну кто там читал Грофа или там этого самого гражданина Кастанеду про всякие ЛСД и прочее. В принципе, в строгом смысле трансперсональная деятельность это вот ну такие Феррис, описанные у Толкина, это сверхцивилизации, которые уже как бы вышли из фазы Соляриса и населили всю галактику, и они вот им подчиняются пространству-время, и они неуничтожимы, они множественно, но они представляют собой разные экземпляры одного и того же. Короче, это иноземная цивилизация. Но нам-то с вами зачем это? Трансперсональная, там, где мир единый, там, где люди работают уже из пространства, со временем, с молекулярно-генетическим уровнем самих себе, и это все еще, все еще люди, как писал Толкин, вот этих, этих и этих объединяет только то, что все это в каком-то смысле люди, хотя некоторые из них эльфы и волшебники, все они божьи люди. В том плане, что для них, для всех развитие трансцендент. Но вам это знать не надо, потому что мы будем заниматься вот этим. Я просто упомянул о том, что этим заниматься можно, но не в рамках нашего курса. Движемся дальше. Итак, вот я вам показал, как устроено вот это вот пространство. Вот это все. Мы будем заниматься только социальной деятельностью. Что такое социальная деятельность? Социальная деятельность это деятельность человека до тех пор, и пока человек живет в обществе, пока людишек много, они ходят на работу, носят такие нелепые галстуки. Недавно жена посмотрела, посмотрела, говорит, слушай, если отвлечься, вот думаю, что за тряпка болтается, какой смысл, вот все несчастные мужики уже там сто или 200 лет, носят вот эти идиотские, бессмысленные. Зачем? Чтобы это знать. Но все привыкли, никто не обращает внимания. Слава Богу, что большинство людей их не носит. Слава Богу, как сам сыпь, это сам дым. Ну да, 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 да. Значит, социальная деятельность закончится тем, что человечество, если оно доживет, преобразуется в какую-то сущность, которая описана в романе Лема Солярис, или в романе Стругацких пояса Стругацких малыш, то есть некоторую всепланетную сущность, в которой уже как бы нету отдельных экземпляров, а все экземпляры слились, но они слились как бы расчлененно, то есть они все существуют внутри, внутри существует все безумное разнообразие, индивидуальные психики, и все они как бы живут своей богатейшей, сложной жизнью, но они телепатически связаны друг с другом, они не торгуются, не меняются, не спорят, не производят, не продают там и прочее, и прочее, и при этом это богатство никуда не делается, это никакой не рай, это вполне социальное состояние, то есть вполне человеческое состояние, наверняка на отдаленных планетах в нашей галактике уже многими давно достигнуты произойденные, тем не менее, нет, у нас по расписанию еще одна пара сейчас начнется, еще одна пара, да, Юрий Александрович, я закончу очень быстро, извините, значит, и вот если посмотреть на социальную деятельность вот эту внутри, вот эту, я показываю, вот расписать только вот эту красненькую табличку, мы увидим следующее, мы идем дальше, вот у нас обнаруживается вот здесь формы производства наконец возникли, формы общения и формы сознания, хотя я в прошлый раз сказал, что мне очень нравится слово связи, нравится слово смыслы, и не нравится слово вещи, вот если вы придумаете какое-то слово, там какое-то похожее на вещи, но с буковкой S впереди, но в русском языке скорее всего его нет, ну вот что-нибудь типа, да, ну созданность, но это просто, оно должно быть тоже во множественном числе, как связи и смыслы, ну подумаем, а здесь находятся, значит, типы, и евристика, значит, вот этот тип общества, это тот, в котором главное, главное производство и главные производители, то есть по Платону, вот это государство ремесленников, а вот стражи и мудрецы в нем тоже живут, но царствуют там ремесленники, поэтому зачем им вот эти граждане не знают, но все бабло у них, и в общем, с ними очень трудно спорить, вот это коммуникационные типы, это то замечательное общество, которое, если состоится, то в нем главные стражи, то есть те, которые контролируют связи, управляют связями, собственно, наш предмет вот здесь главный, ну и наконец, это гуманитарные типы, это замечательное светлое общество, которое нигде, кроме, ну в явном виде, кроме нескольких утопий, в частности, в рукописи 44-го года у Маркса не описано, там вот самое главное, это, значит, идентичности. Вот здесь возникает понятие технологии, идеологии, автоматы, схемы, производственные отношения, объективации, это неправильные слова или неточные слова, мы будем в следующий раз рассмотреть. Теперь я еще раз увеличу, можно раздробить еще дважды натрий, каждую клетку, вот мы дробим это все еще раз, и у нас возникает вот такая каша, на месте, где только что были собственности, формы собственности, возникают, значит, пользование, распоряжение, обладание, на месте идентичности возникают смыслы, образы и понятия, ну вот здесь вот, где были схемы, возникают функции иерархии сети и прочее, и возможно еще одно дробление, собственно мы должны работать вот на этом уровне, зато на этом уровне возникает клеточка с надписью капитал. Вот мелкота, когда мы занимаемся проблемой тех или иных банковских форм, мы залезаем вон в ту какую-нибудь клеточку, а вот в эти типы связей, в эти типы идентичности, это капиталист там сидит, вот это он здесь вот кредиты дает, а здесь у нас имеется, значит, такая форма обмена, которую я здесь назвал нехорошим словом ростовщичество, не знаю, как его назвать. Итак, вот здесь мы с вещами занимаемся ростовщичеством, здесь мы занимаемся типами связи, которые называются кредит, и у нас на месте идентичности я капиталист. Вот если вы занимаетесь мелкими деталями внутри банков, то тогда уже вот это все невыразимо, не забудьте, где мы находимся, вот вся эта вот каша, мелкота, она находится вот тут. Вот тут. И капитал где-то вот там. Вот масштаб мелкости проблем, с которым мы имеем дело, но зато эта штука конкретная. Эта таблица позволяет углубляться дальше, 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 потому что она имеет свойство квазифрактальности, то есть структура каждой клетки, не забудьте, что она еще и объемная, она целиком и полностью, за исключением одного свойства, о котором потом поговорим, она повторяет свойства целого. Поэтому в этой таблице имеется множество разнообразных диагоналей. Имеется вертикали, горизонтали, это все зеркальные оси отражения. И, значит, свойство этой таблицы таково, что если вы знаете что-то об этой клетке, вы, в принципе, очень многое знаете о любой из этих клеток. Путем многократных отражений и переинтерпретации вы можете любое предметное знание перевести в любое другое предметное знание. Это очень евристичный объект, в котором существует разнообразный тип асимметрии, мы их будем перечислять в будущем. В принципе, человеческое знание так и устроено, оно внутри некий мир сложных отражений, интересный. Поэтому, вот я вам говорил в прошлый раз, что Криворотов показал впервые мне мой партнер, что предметные представления об эволюции вычислительных систем и не просто вот нынешних, а образца лысого 83-го года прекрасно работают для построения классификации психологических типов за пределами тех классификаций, которые мы нашли в доступной нам тогда литературе по психологии. Ничего удивительного в этом нет. Все, что я рассказал, это довольно просто, более того, рационально, рационализируемо, описуемо, не требует никаких чудес, интуиций. Не забудьте, что гнозис не тут. Его тут нету. Гоностические учения остались там вдали. Вон они где остались. А мы вот тут с вами находимся. Так что, без всякой мистики. Уж и не знаю, что по поводу этого сказать. Не уверен, что вы хотите что-то спросить. Я, по крайней мере, объяснил вам предмет наших разысканий. Нам надо построить математический объект, потому что этот математический объект будет работать очень эвристично. Как он будет работать? Вы засовываете его в компьютер и о нем забываете. Он находится там и порождает вам на экране некоторые табличные структуры вопросов. Если вы занимаетесь управлением проектом, вам надо быстро узнать, чего за предмет для управления. Вы выкатываете человеку на экран таблицу, в которой множество вопросов по поводу того, как устроен его бизнес. На уровень здравого смысла. Он вам на них отвечает, как большой миннесотский тест. Вы знаете, согласно легендам, большой миннесотский тест устроен так, что там вас разным образом спрашивают про одно и то же. И можно подловить вас, если вы обманываетесь или обманываете других. Вот. Я не знаю, как там в миннесотском тесте, у меня есть большие сомнения по этому поводу. Но эта таблица устроена точно так. Вы сразу же обнаружите, что если человек не знает чего-то, вы увидите пустоту. Если человек соврал, вы обнаружите, что он соврал. Если у него есть противоречие, вы увидите, что противоречие. Но это увидите не вы, а компьютер. То есть как только вы упрячете эту штуку в компьютер, она гарантирует полноту, целостность, непротиворечивость и соотнесенность и самосштабность всех представлений. Поэтому можно работать с расползающимися сложными сущностями, потому что когда человек приходит в проект и записывает все, что ему о нем известно, он будет полжизни писать. И потом он в этом тут же запутается, как сороконожка, только не сороконожка, а там ног гораздо больше. Подобного сорта таблицы позволяют работать со сложно организованным опытом, как таблица Менделеева, позволяет свести все разнообразие любого куска материи, где бы его ни нашли, на фобусе или у себя под ногами, к набору из 100 с небольшим элементов, среди которых большинство не встречается, или встречается очень редко, их реально несколько десятков, и к множеству реакций, в которые они вступают друг с другом. То есть это не более чем эвристическая организация знаний, нужная для того, чтобы работать с человеческой деятельностью. Вот. Почему это кажется сначала сложным? Ну, все поначалу кажется сложным. На самом деле, всегда вы будете иметь дело с таблицей 3 на 3. Что может быть проще с таблицей 3 на 3? Только босинская матрица, таблица 2 на 2. Вот если мы осилим с вами таблицей 3 на 3, вы в каждом или отдельном элементе всегда будете иметь таблицей 3 на 3, и сейчас Юрий Александрович, я думаю, значит, тоже будет иметь дело с таблицей 3 на 3. Я обещал, но не успел вам ТЗ нарисовать, но по ходу дела, если будет уместный момент, я вылезу, нарисую вам ТЗ. Значит, нам сейчас надо сделать следующую операцию. В чем предмет семинара, который будет на второй паре? Сейчас я вам его покажу. Очень просто. Нам надо осваивать вот это управление типами собственности. Когда мы управляем типами собственности вот здесь, отношениями, то вот мир вещей уходит в основание суда. Вот представьте, что эта клетка вот эта вот вся с ремеслом, разделением труда и товарным хозяйством переместилась вот сюда. И когда она ушла в основание под нами, мы предпринимаем здесь, мы управляем собственностью, а под нами находятся финансовые технологии, информационные технологии, промышленные технологии. Но пока нам надо сделать гораздо более простую вещь. Вот к нам пришел человек и говорит, что у него есть бизнес. Бизнесы находятся все вот где-то здесь. Но под бизнесом находится разделение труда, а под разделением труда находится ремесло. То есть добыча, обработка и производство средств производства. И мы хотели бы перед тем, как лезть сюда, понять, что под нами внизу находится. Поэтому мы должны для любого бизнеса построить полную его вот эту вот сарделечку, полную классификацию, чтобы он нам, бизнесмен указал все типы обмена, ну хотя бы три. Все типы распределения, ну хотя бы три. Все типы производства, ну хотя бы три, чтобы мы начали задавать им элементарный вопрос. У тебя добывается что-нибудь? Да, нет, не знаю. Хорошо, не добывается. У тебя какая-нибудь потребность базовая удовлетворяется, то есть ты вот, у тебя есть производство средств, предметов потребления? Ботинки шьешь, бифштексы готовишь? Да, нет, не знаю, понятно. Если да, будь добр, иди в Food and Drug Administration, получи все документации на то, что твои ботинки разрешено надевать, твои игрушки давать детям, твою пиццу есть. Если нет, значит, у тебя есть производство, средства производства? Да, нет, не знаю. То есть станки есть, будь добр, пойди к Яну Горелову, промтик экспертизу, заплати ему денег, и он там выдаст тебе сертификат в соответствии, что там по критериям безопасности и еще каким-то другим. Твои станки допущены. Вот так, девять вопросов. Юрий Александрович должен тщательным образом помочь вам отработать эти девять групп вопросов, для того, чтобы каждый человек, который прибежал с криками, о, вот сейчас я, вот у меня завода, довальческая основа, мне дают бесплатно датчики, сейчас я на трубу поставлю, денег заработаю, хрен на тучу, стопчик говорим мы. Давай начнем с одного. Ты тепло экономишь? Где это тепло? Как было на проекте? Покажи пальцем, как ты его хранишь, складируешь, кому продаешь? А не можешь, так что ты продаешь? Потому что человек блеет. И покуда это блеяние не закончилось, проект начаться не может, к сожалению. Вот поэтому ТЗ стоит следующим. Для того, чтобы освоить вот эту, этот квадрат, кучу этих клеток, это предмет не просто нашего курса, который на будущем году будет годовой, а на будущий год он начнет расползаться, расползаться, и вот это все превратится в пять лет занятия на физтехе. Мы должны навести порядок здесь. Он не наведен, к сожалению. Мы должны к людям, которые приходят и говорят, вот я знаю, как построить бизнес, дайте денег, перед тем, как объяснять ему, что деньги ему не нужны, мы должны заняться непредметно вот этой деятельностью, расписать все это по технологиям и сказать, давай точно опишем технологию твоего воображаемого бизнеса. А потом уж под эти технологии будем искать собственников, чтобы обошлось без денег. Найдем финансовую технологию без денег. Да, очень кратко. Нам нужно все клетки заполнить? По отношению к каждому проекту надо заполнить все клетки. То есть наша работа будет так. Приходит человек с проектом, выключаем, разберемся, чем-то пришел. И методично с помощью компьютера заполнять все клетки. Только все заполнили, можно двигаться вверх. Пока слов для этих устоявшихся процедур. Есть, есть. Эти слова известны многим предпринимателям, хотя они не сведены воедино. Вот Юрий Иванович как раз эти слова вам будет передавать. Только надо понять, сколько слов. Вот этих слов должно быть, ну максимум здесь, значит, 9 на 9, 81 для начала. Если некто приходит и говорит, есть такие, есть такие, есть такие, то вы, если в самом месте говорите, стопчик, вот эти слова являются частным случаем вот этого, а это являются частным случаем вот этого, поэтому предлагайте сейчас потратить цельный семестр или просто одно занятие на одну, там 81 умножить на 81. Сколько будет? Кто может быстро считать в уме? Много. Так, 8,640, да, 80 на 80, 6,440, ну один, ну в общем, на одну, семитысячную предмета, а остальные 6,997. Вот поэтому, когда к вам приносят замечательный курс по тому или иному варианту венчурного финансирования, говорит, да, замечательный курс, только у меня на этот курс имеется 5 минут, потому что еще имеется, вот еще 6,999 типов венчурного финансирования. Ты даже можешь об этом не знать, но вот таблица нам подсказывает об этом. Вот, увы, поэтому мы очень ценим вас, ценим ваш опыт, но вот реальный масштаб этого опыта вот такого. Поэтому, ну это вот, как бы, тяжелая реальность, с которой придется смириться скоро, не сразу. всем разработчикам эмпирических курсов по созданию стартапов. Сначала надо взять просто клеточку, которая называется стартап, найти и указать, где она. Потом понять внутреннюю структуру, разобраться, сколько типов. Потом, когда к вам приходят и говорят, вот у нас вот такой стартап, говорить, ага, понятно, это частный случай, частного случая, того частного случая, который мы изучали на прошлой лекции. Ну и все остальное, то есть, это означает, что все, что вы узнали на прошлой лекции, к этому случаю относится. И вы знаете об этом частном случае гораздо больше, чем тот, который к вам с этим пришел. Это содержательное знание просто относится к широкому классу объектов. И когда к вам придет другой разработчик другого способа финансирования стартапа, вы ему опять обрушите на него ваши знания, и они все будут релевантны. На самом деле, не нужны тонкие различия. Нужно работать с классами. Всегда наука работает с классами явлений. Если вам вдруг для данного явления не хватит знания о классе, тогда и только тогда вы должны создавать подкласс. Говорить, вот существенные свойства. Нужна конкретизация. В противном случае вам не нужна конкретизация. Итак, либо мы работаем с классами, тогда будет возможен односеместровый курс бизнес с глазами предпринимателя. Он точно возможен, мы это сделаем. Либо вы получаете всю эту эмпирическую кучу барахла, и тогда вы никогда с этим не разберетесь, вы до гроба будете только оглавление, писать классификацию. И умрете над сороковым тонном избранных способов оценки активов в таком-то типе предпринимательских проектов. Все. И потомки не оценят вашего труда. Тогда сейчас технический перерыв, наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!